Всем доброго времени суток, с вами Таракот, и мы продолжаем слепое прохождение Baldur's Gate 3. Итак, я загрузил предыдущее сохранение, для того, чтобы проверить, влияет ли разговор с гоблинышей на варианты диалога с Волла. Ну и нет, оно не влияет. Собственно, диалог с Сазой, диалог с Волла. Все то же самое, все то же самое, что было, и тогда, когда я с ним первый раз говорил. И, кстати, товары у него другие. У него нету свитка полет. Оживление мертвецов есть, интересно, конечно. Из трупа неживого слугу. Ну, интересно, кстати, но оно даже не... Если это необычное, то оно не необычное. И как-то по товарам достаточно все скудно у него все. Зелье, общение с животными тоже есть так же, но в остальном как-то намного хуже. Кольцо тоже есть. Книга, интересная, интригующая книга. Злобное око. Если долго смотреть на глаза, изображенные на обложке, можно заметить, как они моргают. Кстати, вышло обновление Baldur's Gate 3. Не знаю точно когда, но с момента съемки моей предыдущей серии. И этой оно вышло. Причем большое, крупное какое-то обновление. И мы уже можем увидеть, что даже интерфейс поменялся. Но, в принципе, с одной стороны, оно вроде как удобнее стало. Все персонажи сразу отображаются. Инвентарь всех персонажей здесь отображается. Но с другой... Ну, шут его знает. В принципе, не особо-то нужно мне видеть здесь инвентарь других персонажей. Желательно было бы больше места под свой инвентарь здесь видеть. Если мне нужно будет, то я просто другого персонажа выберу и им устрою торговлю. Фильтры как бы... Да, есть. Но такое... Не знаю. Может быть... Ну, в некоторых случаях наверняка удобно ими пользоваться. Но... Когда большое разнообразие всего, то... Все-таки, мне кажется, удобнее так. Но вообще... Вообще сомнительно. А что если... А, ну можно скрыть. Можно скрыть это хорошо, в принципе. Значения веса здесь показаны. Опять же, непонятно. Остается вопрос. Если у меня будет здесь больше предметов лежать. Оно ж увеличится? Размер... Здесь не 4 ячейки будет в высоту, а больше, по идее. Или оно так и останется? Просто мне придется прокручивать. Вот это вот непонятно. Если оно останется такого размера, то это галима. В таком случае раньше было лучше. Ну посмотрим, как оно дальше будет. Сортировка, самая новая, цена, вес, тип. Но своей сортировки здесь по-прежнему нету. То есть та сортировка, которую ты вручную в инвентаре выставляешь, ее здесь по-прежнему нету. Здесь по-любому какая-то из этих сортировок применяется. Свою сортировку невозможно здесь применить. А ну-ка, если... Индикатор здесь уже. Сейчас прочитаем эту книгу, раз она... Ну, по идее, в ней ничего особенного нету, раз она случайно здесь появляется. Возможно, мы еще когда-то ее встретим, но раз такое дело, интересно вообще, что тут написано. За свою жизнь караги... Что? Караги или караги... Заключают множество сделок и обзаводятся множеством всеразличных безделушек, из которых и черпают свои силы. Поэтому каждая из них уникальна по своей силе и способностям. Но все же их можно условно поделить на три группы. Ночные караги... Их прозвали так от того, что они вторгаются в сны смертных и постепенно высасывают из них жизненную силу. Когда же душа жертвы совсем ослабнет, карага... Карага... Старая карага... вынет ее из тела и запихнет в свой мешок душ. Прям Дарк Соулс. Память душ. Мешок душ. Они мелочные, себе любивые и хвастливые. Морские караги. Эти могут проглатывать своих жертв целиком и способны до смерти напугать одним своим взглядом. От них жутко несет рыбы. Кроме того, они совершенно не умеют заваривать чай. На какого-то Ктулху смахивает. Кстати, в Конкоста Феллизиуме есть даже класс целый, посвященный всем этим делам. Всей этой теме морской и ктулховской. Культист называется. Болотные караги. Красиво и очень могущественно. Лучше им не перечить. Опять же, в Конкоста Феллизиуме есть класс ведьма на болотах завязан. Интересно. Ну да, книга по сути ничем не примечает. Ну как, интересно прочитать, но ничего особенного. Поэтому загрузим то сохранение, которое было. А, ну хотя, в принципе, можно стоит же проверить другие варианты в диалоге с Воло. Ну, если с медведем сначала поговорить, тоже вроде как ничего это не меняет. Ну, здесь по-любому первый вариант. Ага, ну, а хотя стоп. Отдать точное описание, хоть там и был провал, но этот вариант остался. Пропал, по-моему, какой-то другой вариант. Ты роешься в памяти, но ничего полезного про гоблинское поведение или общественное устройство в голову не приходит. А как будто в прошлый раз приходило. Гоблины как гоблины, совершенно обычные, мерзкие и подлые. Допустим, какие же там гоблины? Там были дэвы-оборотни. Гоблины как невразимо увлекательны. А это дэвы-оборотники, который у них ходит в рамках. А это не брал или брал или ISLV? Боги. В самом деле как невразимо увлекательно. Ну, а дальше повторение про дракона. Н-м-м, допустим, латунный вне всякого сомнения очевидец принял бесспорно серебряного дракона за латунного сочинили что латунный он все равно сочинил что серебряный а если сказать что допустим не припомню вот как это усложняет дело хотя с другой стороны ладно пусть так но дальше повторение но если вот этот первый вариант явно плохой только ли в своеверие дело эти гомблины идут вопреки собственной природе подчиняясь чьей-то чужой воле и повторения дальше вот здесь два варианта стоит проверить что те вообще привело в эти дикие края допустим не что а кто гоблины кто-то должен написать нынешнее увлекательное событие мне говорили что в этой роще обитает друид хальсин который может указать мне правильное направление однако он успел уходить в лапы к гоблинам ирония судьбы кстати остался остались остальные варианты если этот выбрать очень интересно осторожно оба гоблина не славится благодушием дэби у майн у лидс мэрси вэн евак куэк танн мэм энд энд инвизи билити по сион стэш тинь и бэк пакет пустяки я полагаюсь не на их благодушие она свое красноречие и на склянку зельем невидимости в кармане до встречи ну в принципе по сути это вообще без разницы какие варианты выбирать интересно кстати в этот раз такие же самые товары как и возможно они генерируются не в тот момент когда ты с ним первый раз начинаешь говорить о в тот момент когда ты не знаю может быть на какое-то расстояние подходишь потому что я ведь загрузился а предметы такие же как когда я до этого загрузился перед разговором то есть того момента с вот этого сохранения где я здесь стою я с ним еще не говорил тут походу предметы одинаковые будут если надо либо наверно до ворот либо но шутова знает в короче я предполагал что они генерируются в тот момент когда ты с ним первый раз начинаешь диалог ну или точнее даже первый раз открываешь мне торговли но оказывается нет оказывается как-то по-другому ну что ж в принципе там варианты все испробованы остается оставим так как было с первого раза тем более что там самые удачные предметы на торговлю кстати там во время загрузки была подсказка про джиргала что-то там баал меркул и еще кто-то там заключили сделку с джиргалом изначальным богом смерти а мы же как раз были в храме джиргала и опять же мое предположение что иссохший может быть это и есть сам джиргал такс здесь у нас диалоги опять фигня какая-то непонятная в истории с циферками этими такс надо бы наверное продать вещи которые есть о кстати противоядие и вот что это такое а почему бляха муха из-за обновления из-за обновления здесь сортировка сбилась то ли видимо расширилась по ширине это зона то ли шутова знает а ну допустим да это ну это фигня это фигня обновления сломала блин сортировку как так то карл я могу конечно сам по раскладывать это опять но скорее всего после какого-то из обновления но опять собьется но это не прикольно единственно нормальная сортировка здесь это ручная но она слетает это кстати недоработка я скажу ну по крайней мере здесь в этом инвентаре сортировка осталось походу я конечно не уверен но походу они изменили ширину вот этого этих рюкзаков раз оно так по странному все расположено теперь ну в принципе я наверно сейчас остановлю запись верну сортировку как она была наверно схожу к дамону продам придется наверно камушки попродавать для того чтобы у вола купить подпись оба спрепет наверное свиток полета в принципе у него там достаточно много всего интересного вот эти зелья наверное все надо выкупить немало бабла конечно но что поделать необычный свиток ночного зрения по-хорошему надо все необычное выкупать но тьма есть уже ну хотя она есть у уилла только по-хорошему это конечно надо и гейлу наверное тоже но первым делом кстати если это просто необычное то это редкая редкая в первую очередь ну и колесо тоже надо кольцо полет и зелье это обязательно посмотрим на сколько там хватит вообще бабла ну короче походу придется все бабло сюда спустить чтобы покупать все что у него есть потому что неизвестно встретим мы его еще когда то или нет и если мы встретим наверное там уже будут другие предметы поэтому как то так короче если продать вот это все то не так уж там много получается всего 250 золота да там еще слиток золотой есть но все таки я наверное приберегу его еще там броня есть можно конечно из лагеря все продавать но во первых у меня последнее что если я в лагере посещу то вола может уже отсюда уйти ну а во вторых все таки желательно иметь какой то хотя бы запас поэтому посмотрим на что сейчас хватит наверное свиток полета пока что не буду покупать возьму кольцо и зелье разговора с животными а свиток если я наберу бабло тогда уже возьму это кстати можно в принципе все золото так выкупить у дамона а и кстати я тут княжинцу еще это оказывается не прочитал я ее купил уже не помню у кого послание из свечной цитадели я ее походу забыл прочитать эта книга полна тщательно скопированных писем срисован даже почерк оригиналов избранная коллекция наиболее примечательных писем из свечной цитадели большинство из них сухие отчеты о движениях небесных светил или невразумительное описание магических обрядов однако это письмо привлекает твое внимание мудрецу эль минстеру за прошедший год я доставил множество ваших писем мастеру гарриону поэтому я хочу собственноручно донести эту печальную новость к сожалению его больше нет с нами гаррион с воспитанником покинули свечную цитадель вскоре после прибытия вашего последнего письма они отправились под покровом ночи но на дороге в берегост их подстерегала засада хранитель ворот говорит что прежде чем упасть замертво гаррион позаботился о том чтобы захватить нескольких нападающих с собой в мир иной надеюсь это известие принесет вам такое же печальное утешение как и мне его воспитанника с тех пор никто не видел есть и более радостные новости я получил ваше письмо с запросом в библиотеку и смог найти большую часть требуемых вами материалов они тщательно упакованы и высланы вместе с этим письмом искренне ваш тристан п шейл библиотекарь свечной цитадели п.с. надеюсь вы простите мне мое любопытство но могу ли я спросить зачем вам так много информации об отродьях Баала над чем именно вы сейчас трудитесь да книги прочитанные можно продавать кстати во время чтения походу мы остановились где-то на месте что ли книги прочитанные можно продавать но я все же хочу оставить их на всякий случай с медведем может по-моему говорили уже или не говорили по-моему не говорили получается это ж боск просто момент здесь я а 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 так ну что ж кольцо обнадеживающий шепот а а вот наверно пойла это на всякий случай хе-хе и в принципе наверное все зелия хотя может быть все это много 54 81 наверное наверное как-то так хотя бы три наверно возьму остается 135 если 298 я по-любому пока не могу взять вот 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 а вот зелья это хорошо и кольцо это тоже хорошо благословленное милосердие такс ну что ж теперь возможно с тем медведем который на берегу можно поговорить а ну-ка с этими можно айлар нет с этими по ходу не с кем нельзя поговорить серп полынь 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 сюда рецепт соли полыни из нее тоже можно соль получить такой ракурс прям на идола тахан хрюк так соли от походу пофиксили этот бах но вот теперь сразу как только достаточные ингредиентов становится открывается новый рецепт походу с обновлением это пофиксили полынь полынь она стоит по моему дешево 2 золотых что ли 2 золотых она всего стоит а зонтик воровской по моему у меня не осталось зонтиков воровских 1 соль зонтика воровского 8 посмотрим сколько о противоядие открылся рецепт о суспензия тростника как раз там используется и соль полыни прикольно 10 соль полынь дороже чем соль зонтика воровского поэтому имеет смысл делать зелье разговора с животными именно из соли зонтика воровского кстати вот здесь не знаю у меня разные соль у меня одна соль зонтика воровского одна соль полыни и походу нельзя выбрать конкретно из какой соли делать я хочу конкретно из зонтика воровского но хотя наверное она автоматом будет судя по всему она автоматом будет выбирать сначала самую дешевую соль а потом уже самую дорогую в принципе у вола мне больше не нужно даже эти зелья наверное разговора покупать у меня и так уже их хватает так и шум хрюк скажет и шум на табличке написано волей сельвануса древнего дуба всякая смерть порождает жизнь интересно каменная дверь какая-то изгорать поросший мхом камень просто посидеть можно вот это все забрать спокойно котел молочная фляга половник кастрюля ну походу можно до здесь у нас какое-то приготовление еды мне показалось ты хальсин кабан подпрыгивает в нетерпеливо напрягая расслабляя ляжки где хальсин он мне подружку обещал а если если поговорить без разговора с животными вообще нечего тут еще один торговец походу алхимическими ингредиентами элвин а вот этот не в трансе вроде бы анимации нету но все-таки в трансе кинжальник здесь где-то вода красная кинжальник не красный тыс а вот и птичка блестящий ключ нифига себе от чего ключ лупа пшеница золота нифига себя с птичкой походу нельзя поговорить а я помню когда я наверху проходил я слышал какие-то вроде а можно топаз я занят мыслью красиво или нет монетка ровно в средине чуток не ровно вправо надо подтолкнуть кончай суетиться нормально выглядит обман лучше выброси ее тусклая слишком там монетка мне не нужна мне ключ интересует что это за ключ вообще пнуть птицу в надежде и отпугнуть да ну ну интересно конечно если это просто одна монетка то не вижу смысла обманывать ну допустим попробуем ты смотри я все теперь могу забрать и ключ а ключ кстати а по-особому выделен он какой-то квестовый походу мне кажется это единственно верный вариант посмотрим нет нет да где же она только что тут монетка была посмотрим на другие варианты во первых посмотрим на разговор без зелья без возможности общения с животными чик чирик и все вот так вот без возможности разговора животными ты вообще здесь ничего не сделаешь но допустим первая да 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 это то что надо да 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 правильно вот так ну и другой вариант тоже судя по всему ничего не сделает если сказать что ровно не можно конечно проверить кстати было видно как он монету забросил сюда нет влево перевес вот так хорошо да пас ну попробуем и это раз уж на то пошло всего лишь пять класс сложности надо плохой вариант а блин клацнул раньше времени прекрати помогите на помощь но тем не менее никто а но и но осталось красным а кружево то в любом случае это не в моем стиле вариант золото то звенья ключ блестящий ключ все блестящие по забирала лупа а я покупал кстати и лупу пшеница перо все там больше или что-то там еще есть походу все горсть золотистых пшеничных зерен высохших под осенним солнцем для чего он вообще нужно может быть я даже не знаю это ж не алхимический ингредиент нет интересно ничего пшеница пока что пусть наверно побудет у меня он выглядит точно так же как и с наутилоида только с наутилоида золотой этот серебряный этот полированный ключ найден в гнезде сойки-то сойка птица откуда он я даже не знаю откуда он может быть этот ключ ну а за каменной дверью я так полагаю находится это кара или какая горка ну с горкой тоже можно конечно он сказал без ловушек пожалуйста а бывают ловушки в таких галинаных сосудах а ну допустим значит ладно сначала собой а что есть вообще но ему нельзя скормить рыбу я сплю о бросить рыбину рядом с подъемником а а нельзя ли попросить тебя чуток подвинуться мне нужен подъемник получается судя по всему подъемник не будет работать пока тут горка лежит а ну допустим ну рыбину то я брошу ладно прямо сейчас то сделаем о а о ха ха а ха ха ху 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 прикольно можно теперь подъемником пользоваться только не знаю типа просто чтоб сократить дорогу себе хотя ну такое все сокращение не то чтобы это было слишком нужно а кстати да рыбина пропала из инвентаря соленая рыба три головы за три головы мы сейчас посмотрим на другие варианты но скорее там ничего интересного не будет кстати не мешало бы вот это вот у сохранения удалить потому как она по сути не нужно так для начала вообще без разговора с животными что будет скрессию ничего нюх нюх а нет и смотри бросить рыбину осторожно толкнуть зверю в бок а ну допустим интересно конечно шо при провале и шо при успехе будет это провал скорее всего он сагрится серьезно он не согрелся а ну-ка гейл так сынок а сначала рычаг никак не сдвинуть да можно и без рыбины оказывается был обойтись а нельзя ли попросить тебя чуток подвинуться мне нужен подъемник ты смотри даже без рыбы срабатывает ну ладно уже будет с рыбой и раз уж загружаться придется еще раз попробуем эксперимент с помощью тьмы идол забрать идол 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 ну все-таки тоже сам но на этот раз даже согрелся один из дры не дина несколько из друидов согрелись несколько все батя геймер кстати писал что можно каким-то образом иногда типа получается так его украсть чтоб они не согрелись но вообще ну понятно шоу это не неправильно это скорее наверное даже больше бах чем но короче так оно не должно быть на данном этапе он так не должен красться по-хорошему такс ну теперь медведь который внизу а ну хотя не понял а куда делась женщина которая здесь была чё за фигня странно здесь же была какая-то женщина что-то как-то повыгружались а чё за фигня это какой-то по-моему бах а не вот она ух ничего себе сколько здесь осенний шафран осенний шафран полынь 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 офигеть здесь грядка какая богатая ваза красная табличка что здесь сельванус лесной отец дарует нам равновесие мешок из роголушки но здесь бутылка 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 зелья великого лечения экстракты правила 3 интересно псалмы отсут деревьев ухты ничего себе доклад о переписке а ну прочитать книги я походу могу и так сначала поговорим апикузис спик говори а ну-ка торговля яблоко морковка осенний шафран ну он кстати дешевый поэтому имеет смысл его взять все травки я беру что ты говорил о той птице она говорила с птицей мне нужен целитель не знаешь где бы его найти то мы так знаем что надо найти то найти я смотрю ты не участвуешь в обряде ты готовишься к обряду ну допустим что ты говорил о той птице птица знает ей это нужно знать тебе нет интересно запугивание убеждение подозрительно другие-другие в курсе а то я им расскажу вот это интересно кстати что это какой-то заговор тут кстати я подумал вот о чем если она если она не участвует в обряде возможно она не хочет чтобы этот обряд проводился возможно напротив всей этой шайки которая хочет выселить тифлингов возможно какой-то заговор против этой новой главной друидши я помог вам защитить рощу я вам не враг ну понятно что мой вариант второй десятка нормально 21 очко о я походу угадал я не прости не ты меня пугаешь я страшусь своих собратьев чем дальше тем больше последователей у каи им страшно она предлагает простое решение давайте выгоним чужаков и в роще снова настанет мир воооо вот это интересно она тот кто нам нужен по-твоему по-твоему это неправильное решение по всему выходит что ее нужно остановить как нам это сделать ты так и не сказала что ты делала с этой птицей ну между прочим мы то уже ключик у этой птицы забрали возможно это она дала задание птице этот ключ достать но по-любому ну конечно вариант что она горила птица но сразу скажем что нужно остановить и как это сделать и друид и аутсайдер мы не можем сделать ничего без превращения других против нас только мастер холсин может остановить это я надеюсь что мой птиц вернусь к нему если не я боюсь для моих людей ммм одному друиду вдвоем с кем-то пришлом это не под силу остальные обернутся против нас только наставник холсин сможет положить этому конец надеюсь мой гонец принесет от него весточку вот а птица и есть гонец что ли если нет я страшусь за наши судьбы разовый обряд не защитит рощу ты почему то не помогаешь остальным готовится к нему ну опять про обряд а в ряд рощу сможет защитить некий обряд а ты помогаешь готовиться к нему прям нас так настоятельно про обряд нам предлагается спросить ну допустим первый вариант провести обряд решила кого но не она тут главное беженцев у нас приютил наставник холисин я жду его возвращения тогда все решится то что то мне кажется что он не вернется почему то есть такое ощущение ну хотя если он там не булькает в котле очистит нужники то вариант того что он вернется есть в принципе если мы его освободим ну она сбитой что ли стоит сбитой ну мне кажется других вариантов там нормальных нормальных нету но пост проверим на всякий случай спик выбрать чинить стена и динамит ну этот вариант плохой но допустим около сложности 15 ты смотри 17 но плей а момент мы не только но фоли к д в принципе все то же самое то же самое что с убеждением допустим про птицу в этот раз ты так и не сказала что ты делал с этой птицей и и из кон в при дейс отправила ее искать наставника хальсина только он способен навести этот порядок если он погиб тогда скажем так давай лучше помолимся о его здравии вообще хороший она человек но по сути здесь разница никакой а предпочла бы без него обойтись но если наставник хальсин не вернется как отдаст приказ и мой голос не будет иметь значение просто он там есть какое-то ограничение по времени она но наш не будет вечно ждать хальсина он видимо какое-то время до того как он вернется должно пройти до того как он не вернется опекузис необычное конечно имя опять и 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 Одну из птиц Нетти Нетти Та целительность, которую мы ищем Сирита мы похоронили на прошлой неделе Как Карага сумела его найти, ума не предложу Опять Карага? Мы книжку только недавно про каких-то Караг читали Вот глаз там, где был нарисован В сообщении была и угроза, и приглашение Она хочет встретиться Мы не ответили Сирита похоронили еще раз И камень сверху положили потяжелее Интересно Шо это за Карага? Может быть это какая-то Вот то пение, что мы слышали на берегу Может быть, ого, как кабан мечется Может это Пение Караги мы слышали там на берегу Миска с благовониями Экстракты правила трех Длинное, витееватое предисловие сообщает, что заметки Хаскина Ксесилафина Это опубликованные без редактуры записи из рабочего дневника Которые способствуют, наверное, популяризации алхимии Начинается книга с биографии этого драконорожденного Которые еще подросткам лишились чешуи и начали алхимическое изыскание в надежде вылечить свою кожу Перелистывая страницу Все свои заметки, как написанные, так и те, которые еще предстоит написать, доступными для любого Кто хочет учиться Должно быть ты, мой любезный читатель, именно из таких Как бы не хотелось тебе сразу перейти к зельям Начнем мы с самого главного алхимического правила Правила трех Большинство ингредиентов можно найти по всему фаеруну Но для того, чтобы их можно было использовать в алхимии Ингредиенты необходимо очистить Сделать это просто Достаточно соединить три одинаковых ингредиента И ты получишь экстракт Который можно использовать для приготовления зелий, ядов, масел и эликсиров Запомни, три одинаковых ингредиента дают экстракт Или, если угодно, в рифмованной форме Если алхимик ответ не найдет Правила трех на помощь придет Один продукт три раза взят Искомый даст тебе экстракт Ну это мы уже и так знаем Ну и Попробуем прочитать Вот это Псалмы красные сейчас Принеси нам много рвести, дружок Принеси нам надежду Отношения минус пять Видимо, не перевелись еще верящие в неприкосновенность частной собственности Кажется, это была частная собственность В другой раз действует благоразумнее или незаметнее Так можно постоянно на минус пять отношения ухудшать Его листва и дерево суть он Растить их есть наш долг Презреть их есть презреть отца Его суть трава и их стебли он Он тешит наши чувства и смягчает землю Касаясь их, мы познаем его Его огонь и пламень тоже он Страшась огня, мы знаем его мощь Раздуть их в злобе, изменить ему Сильванус, даруй нам мир Сильванус, даруй нам силы Сильванус, искорени нашу злобу Мудрый псалом И между прочим Раздуть их в злобе, изменить ему А именно это и хотят сделать Это Кага и ее сторонники Так, сынок, раз такое дело А где там Бляха, не успел Ладно, нужно еще раз Мешок из роговушки Что там, ничего там нету Я сам не вижу, где там Оно через альт даже ничего не подсвечивается сейчас Там и счет какие-то мешки были Такие стоны Я не вижу, где там еще Там еще какие-то были мешки, по-моему Ну я что-то... А, вот Это походу все пустые они В этой тьме приходится Да, два мешка В этой тьме на ощупь приходится действовать Плетеная корзина Простые сандалии У меня такие есть Там можно взять, конечно, но... Шут с ними С медведем надо поговорить еще, который на берегу Опа, а там рыбина уже... Уже не плещется рыбина, походу Интересно В прошлый раз там рядом с медведем красная рыба плескалась На суше А сейчас такого нет, походу А, есть, есть Кстати, она не красная в этот раз Ормин Он так и не вернулся, да? Запах пропал Он пропал Хм... Кого-то разы... Ну, это про хальсина, наверное Хм... Так, а серьезно? Кого-то разыскиваешь? Ты самый грустный медведь из всех, что я видел Ха-ха... На тебя смотреть, Горик Ну, есть такое, конечно Ну, надо спросить, кого-то разыскиваешь? Но, наверное... Ну, попробуем это сначала Так, уходи Угу Хм... Мы увидим, что я могу узнать О-о-о-о Ха-ха-ха Хм... 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 Что за разговор? Он не вернулся, да? Сухи не уехали! Он уехал! Он уехал! Мастер! Он уехал с двух ногами Он сказал, что он вернулся Но я могу услышать их, А я не могу услышать его! Хм... Он не вернулся Жалко, конечно, медведя Хозяин ушел с вооруженными двуногими Сказал, вернется Но я их чую, двуногих с оружием А его не чую, он не вернется Ну да, с этими двуногими мы говорили Собственно, из-за них он и не вернулся Не переживай, он вернется Ты выглядишь сильным Отчего не пойдешь поискать его Тупой вариант Хе-хе-хе Похоже, он мертв, та? Не переживай, он вернется Нет Ничего себе Но он, походу, чувствует то, что Многие не чувствуют Он, по сути Это какой-то необычный достаточно медведь Он так же, как и Шадоу Харт, чувствует эту тьму в рощи Нет, темно стало в чаще Слишком много хищников Даже для хозяина Или же это он про Чаще за пределами рощи На рыбину, ну можно, конечно, взять Хотя Ну такое Не слишком это важно Ну, возьмем, раз она тут валяется Такс, а че у нас тут? Там у нас рядом совсем А низ до И пение слышно Туда не попасть Просто так не попасть Просто так не попасть Что-то у нас такое? Сложная местность Глубокая вода Скорость перемещения сокращается вдвое А где же здесь глубокая вода Если здесь Песок Деревянный сундук Туда походу не допрыгнуть Хотя теоретически М-м-м-м-м-м Не, походу туда Нельзя Хотя Там место есть А где здесь Нельзя Нельзя М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м вот это да вот это то что нам нужно можно купить свиток полета у вола офигеть сто семьдесят восемь золота ну да туда не попасть влага защита от возгорания устойчивость корона от огня но уязвимость корона от молнии и холода ого аж туда отошел серьезно нифига себе так здесь рыба спаунится здесь походу рыбу можно бесконечно набирать офигеть медведь рыбу нам вылавливает три рыбина влажная чешуя покрыта тонким слоем слизи прикольно ничё себе офигеть рыболов такой можно здесь справочник подобрать но мы его читали там про хомячка 310 такс но в таком случае до полет 210 сотня осталось ровно наверное е то ли на ночное зрение то ли на тьму еще подкоплю уровень и слишком низок придать себе или союзника способность летать ага это только одной цели такс но в принципе можно либо наверх пойти туда либо сразу с кагой поговорить не торговец воло спасти беженцев найти целительный ста рабэлан и тека там мне кажется сначала я туда пойду Но не все, кстати, здесь отображены бруили Походу здесь автосохранение сейчас будет Альфира и белки Белки так Но, между прочим, голос у нее очень красивый был Ну, допустим, сначала с белкой Какая боль, какая боль Аргентина, Ямайка, 5-0 Ради всего святого, довольна Спокойно, спокойно Что тут у вас происходит? Ты песню портишь Главное, сидят, а что не уйдут? Ты что, не слышишь? Ее пение — это жуть, кошмар Какая невыносимая какафония Отчего бы вам просто не уйти и не пощадить свои уши Запеть дуэтом с Бардом громко и не в попад Насколько хватит голоса Не издевайтесь над ней Пает как умеет, наверняка даже старается Не, ну, на самом деле Очень интересно, что будет, если запеть, тоже не в попад Но лучший вариант третий выглядит Ну, и я бы выбрал третий Ну, допустим Ну, хотя ладно Пусть будет сначала третий, потом остальные Попробуем Ого Не издевайтесь над ней Пает как умеет, наверняка даже старается Вот как А что нам делать? Безмозглые создания сжимают кольцо Что? Кровь из ушей У меня плавит за голова Надо бежать, пока не расплавилось окончательно А, да, да Звезды льют печальный свет, ты танцуешь среди них. Уплывают боль и страх, гаснет луч улыбки. Слова мои изменяет, нет, станут, ох. Молчать и слушать? Что это за мелодия? Что ты поешь? Как же это все облечь слова, пока это звучит немного коряво? Ну, допустим, молчать и слушать. Поменять что-то? Нет, проклятие. С тобой все в порядке? Аудитория у тебя не шибко благодарная. Эти зверяки не скупились на критику. Эта роща вот-вот станет полем битвы. Не самое время сейчас сочинять музыку. Такие кошмарные стихи, увы, никакой певец не вытащит. Ты хоть сама понимаешь это? Хм. Ну... Все остальные варианты как-то так себе. Ну, допустим, все в порядке. А, кстати, еще торговля. А, картошка. И все. Нет, еще немного и я умру страшной смертью. Из-за этой треклятой песни. Не могу. Все не ладится, видишь? Посмотрим, смогу ли я тебе помочь. Это и есть творческий процесс. Агония и экстаз. Но в основном агония. А с чего тебе взбрело в голову заняться сочинением именно сейчас? Не самое подходящее время. Тебе стоило бы сменить лютню на оружие. Оно тебе пригодится куда скорее, чем ты думаешь. Да, каждый из своих делает то, что может. Смогу ли я тебе помочь? Хм. Это не может хуже. Я ухожу. Я ухожу еще одну лютнюю. Если хочешь. Хм. Хуже не будет. У меня есть и... Еще одна лютня. Хочешь? Начнем с главного. О чем это песня? Дай ко мне лютню попробуем спеть дуэтом. Ха-ха-ха. Ну тут Барт нужен. Я же не Барт. Ну попробуем-то, конечно. Ну, допустим, сначала спрошу, о чем это песня. По идее, второй вариант не должен пропасть, но если пропадет, загрузим. Моя учительница, Ли Хала. Она любила танцевать. Моя две лепетка, мать. Я вспомнилась на улице и видела ее. Данцевать под стены. Моя наставница, Ли Хейли. Она любила танцевать. Хотя обе ноги у нее были левые. Я помню, как проснулась однажды в дороге и видела, как она танцует под звездами. С такой улыбкой на лице. Я тогда посмеялась, но теперь, как подумаю об этом, сердце разрывается. И слова рассыпаются, как пыль. Постой-ка, все признания мои обратятся в пыль. То, что надо. Ободряющий кивнуть и указать на лютню. Продолжай. Вот что бы ты сейчас хотела сказать своей наставнице? Будь она рядом с тобой. Чудовищная хинея. Куже стихов, наверное, на всем сведении сыскать. Ну, на самом деле, вариант второй тоже интересен. Допустим, кивнуть и указать на лютню. Хотя, возможно, второй вариант. Ну, хорошо, первый. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Я сегодня в первый раз играла с того дня, как погибла Лихейла, моя наставница. Она играла на лютне. Мы не услышали гнолов. Пролилось столько крови. Я до сих пор чувствую запах. Ужас, какой мои соболезнования. Думаю, твоя наставница сейчас очень огородилась бы тобой. Твоя скорбная история не первая и, увы, не последняя. Соберись, не то и твоя жизнь оборвется до срока. Что ж, это достойная дань ее памяти. Ну, второй и четвертый одинаково хороши, по-моему. Ну, огородилась бы тобой. Она бы мне кричала за этот клункий верс. И сделала мне плейт, и мои ноги были ровные. И это точно, что я буду делать. Закончить срока. Для нее. Я у меня очень долго, чтобы уйти. Но спасибо. Я... Я требовала этого. Ха, она бы на меня наорала за не... за нескладные строчки. И заставила бы играть, пока я не сотру пальцы в кровь. Именно это я и сделаю. Закончу плач расцвета для нее. Работы предстоит еще немало. Ну, спасибо, ты мне очень помог. Работы предстоит еще немало. Работы предстоит еще немало. Работы предстоит еще немало. Работы предстоит еще немало. Красиво, конечно, красиво. и голос красивые песня шикарная ух ты тут сундук и сама по себе она тоже достаточно красивая что общий тайник золоченный сундук и и придет что ее передает другой член отряда с помощью волшебных карманов что что за прикол духа подъемная шапка песня утешение воодушевленный вашим бардовским вдохновением союзник также восстанавливает 16 узы почему-то как наденешь эту шапку сразу на душе легче становится и гейл может поглотить бардовским вдохновением это для барда интересную ковбойская такая шляпа но попробуем другие варианты а ну-ка что если шедохард с белками поговорит а я не тоже убежали ну в таком случае то есть А ну да, попробуем. Ну, что интересно, у меня ж нету навыка исполнения. Играть вместе с ней. Сунуть людьми в себе в рюкзак. Держи, у меня нет на это времени. Уплывают боль и страх. Гаснет луч улыбки. Интересно, сколько там класс сложности? 15, наверное. Да, 15. Ну ты смотри, харизма дает бонус. Но класс сложности, конечно, высокий. Замечательное значение. Как класс сложности 5, так 17 там выпадает. Но посмотрим, что будет, если неудача. Это было... Интересно. Почему не попробуем снова? Это было внезапно. Может, попробуем еще? А тут, видимо, тут надо все, успешно все разы сыграть. Я начну с начала. Я возьму это慢. Ты смотри. Сыграть с него не сон. Еще раз на 15 интересно будет или нет? На 10 уже, ну проще. Ты смотри, 10. Фарт. Извините. Ты смотри, кстати, в этот раз даже не было вот этого ролика всего. В тот раз там прям целый ролик был с песней. А если выбирать варианты с игрой, то ролика нету. Субтитры сделал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 последний вариант вряд ли на что-то влияет а ну-ка шо белки скажут теперь серьезно ты песню породишь тебе не кажется что это ужасно мы спасем тебя бедолага лесные обитатели запевают дуэтом пытаясь заглушить барда и выжидающие поглядывают на тебя о гейл кстати похлопал браво с такими талантами вам в артиста прямая дорога запить дуэтом с бардом громко не впад насколько хватит голоса да помолчите вы дайте послушать опять же мы не не испробовали еще этот вариант но браво допустим само собой мы же прирожденные исполнители в отличие от некоторых деревянный корпус этой людьми потерт и исцарапан но струны в прекрасном состоянии а навык разве есть музыкальный инструмент умеет и знает как различь с их помощью толпу только мне получит удалось это умение вот это конечно прикольно нафигеть и офигеть но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А как ее использовать-то? Субтитры сделал DimaTorzok Ага И развлечь находящихся рядом Непреодолимую силу Исполнить Чарующую балладу, чтобы привлечь внимание и развлечь находящихся рядом Ух ты Ничего себе, вдвоем Офигеть А ну-ка, ну-ка, стопе-стопе Перед белками, если вдвоем сыграть Можно без инструмента, что ли? Офигеть 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 Субтитры создавал DimaTorzok О звуке толпы, но какая толпа здесь же нет, рядом толпы У неё, кстати, особый какой-то эффект во время игры появляется До долгого отдыха музицирует Исполните ту же мелодию, стоя поблизости, чтобы сыграть вторую партию Ага Ага, это можно стифли на хосмодея Вот как раз получается, что она сделала то же самое То есть если кто-то играет, то можно присоединиться Ух ты Ничего себе Вот это неожиданно, кстати Субтитры создавал DimaTorzok Ну нет, на белок это никак не повлияло Ну персонаж, конечно, очень запоминающийся Вообще, наверное Один из самых таких Позитивных, наверное, персонажей, которые Их встречали Груша Несмотря на внушительный объём, книга всё ещё не зарешена В ней перечисляются стили музыки и способы её записи Бытующая в различных уголках фаеруна На фоне записанных чёрными чернилами аккуратных страниц Выделяется одна На которой царят буйства красок и хитросплетение линий Внизу чьей-то рукой подписано Песнь Меконидов Меконидов? Огма всемогущий Я и слышу её, и вижу, и понимаю, и чувствую Но не могу записать Или могу? Фольклорная песня фаеруна Можно забрать Другой член отряда с помощью волшебных карманов Что? Так я же сам её Сам открыл Ну, в принципе, я думаю Эту шляпу имеет смысл Носить с собой, наверное Можно было, в принципе, одеть Но Пока шо без неё Бардовское вдохновение Я не бард, хотя навык игры у меня уже появился Десять? А как он здесь оказался? Что за фигня? Откуда у меня взялся Этот сундук? Что? Это, по-моему, какой-то бах Это сундук из моего лагеря, куда я предметы складывал Может, они какие-то магические? Может, они как-то связаны один с другим? Этот сундучок сделан из драгоценного камня и покрыт по золотой Он и проще, но красив И там, и там одинаковое описание Тю, а что это? Что-то странное, какая-то фигня Произошла Очень интересно Ну и нам остаётся Вот эта вот часть И, собственно, Кага Наверное, даже я сначала вот сюда схожу А потом с Кагой поговорю Хотя Хотя Наверное, нет Наверное, сначала всё-таки с Кагой А потом сюда На этой музыкальной ноте мы и закончим данную серию А в следующей уже Как раз отправимся за дверку Поговорим С теми, кто там есть А потом туда к гнезду И кто там поёт вообще Ценительница, конечно, красоты Место тут красивое Ну что ж На такой ноте Достаточно мощной Мы это и завершим На сегодня у меня всё И помните Что все эти игры Это, конечно, интересно И весело И красиво Но самое главное Берегите свою душу И души ваших близких Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok